И начнем. Здравствуйте. Итак, тема нашего сегодняшнего вебинара – презентация маркетинг-плана компании Биоси. Я вкратце расскажу о нашем маркетинг-плане и также я расскажу, почему я пришла именно в эту компанию и как именно в этой компании вы можете буквально за пару лет заработать 1 миллион евро. И это не сказки и не шутки. Итак, хочу представиться. Меня зовут Елена Коваленко, мой партнер по бизнесу. И мой муж – это Владимир Коваленко. Он также специалист по продвижению бизнеса MLM онлайн. Он специалист в этой области. И мы вместе развиваем наш бизнес в партнерстве. На данный момент мы являемся платиновыми директорами компании Биоси. Но у нас уже открыто звание бриллиантового директора. И очень скоро это звание будет еще выше. Также мы являемся создателями онлайн-школы Биоси Freedom. Freedom – это в переводе с английского означает «свобода». Свобода передвижения, свобода действий. То есть наш бизнес, он не зависит ни от каких других факторов, ни от какого начальства. Мы можем сами строить этот бизнес. И сейчас я поподробнее расскажу, почему же мы пришли в эту компанию и что же здесь такого волшебного, что отличает нас от других компаний. Всем привет, кто к нам присоединился. И сейчас я открою этот огромный-огромный секрет. Итак, кто еще не видел этот замечательный парусник успеха от компании Биоси? Может быть, он немножечко нечеткий, но я о нем расскажу поподробнее. Кто уже знаком, поставьте, пожалуйста, единички. Кстати, я хочу сказать вам, что есть такое правило, если вы пришли на вебинар, если вы просто слушаете, то вы усваиваете информацию всего лишь на 10%. Если вы записываете, то на 45%, а если вы еще и участвуете, то есть ставите плюсики, единички, будьте просто активными, то вы усваиваете информацию по полной. Поэтому я очень вас прошу, если вы уже решили потратить свое время, пришли на этот вебинар, вам интересна эта и полезная информация, то, пожалуйста, давайте мы будем активными, потому что это принесет пользу вам. А я любой вебинар провожу, чтобы принести пользу, конечно же, вам. Я очень хочу, чтобы каждый вебинар стал очень полезен и действительно приблизил вас к успеху, к тому успеху, о котором вы мечтаете. Итак, давайте мы посмотрим на наш парусник успеха. Я смотрю, что многие уже с ним знакомы, кто не знаком, того я сейчас познакомлю. Вот смотрите, видите, в самом начале парусника плохо немножечко видно, да? Написано, что вы являетесь консультантом. Консультант – это любой человек, который пришел. Сначала он становится любимым покупателем, то есть у него свои 100 баллов. Он просто пробует продукцию и является покупателем. Потом он становится дебютантом на 6% выходит, да? И консультантом и так далее. То есть человек идет по этой лесенке, и по этой лесенке он стремится и выходит на самый высокий уровень. Самый высокий уровень в нашем маркетинге – это бриллиантовый президент. У бриллиантового президента очень хорошие уж доходы. Посмотрите, у него премия 1 миллион евро. Эта компания дает от себя наличными деньгами премию. Ну, то есть перечисляет на счет ИП. И 1 миллион 500 тысяч – это среднегодовой доход. Скажите, пожалуйста, кто пришел в нашу компанию именно за этими цифрами? Я пришла в эту компанию именно за этими цифрами. Я пришла не просто стать директором. Я. Вот, Лилия. Молодец. Самая первая написала. Я. Я уверена, что, Лилия, вы Анечка Поликартова. Конечно же. Конечно же. Однозначно за миллионом. Да, девочки. Молодцы. Умнички. То есть у вас всегда должна впереди стоять самая большая цифра. Вы поймите, чем богаче вы станете, тем больше пользы вы можете принести этому миру. Ведь мы же живем не только для того, чтобы просто зарабатывать деньги. Да, 1 миллион евро – это круто. Но представьте, какому количеству людей вы можете помочь. Ну, начиная с себя, конечно же, любимой. Потому что себя, если мы не любим, как вы знаете, то мы не любим ни у кого. Никого и нас не любят. То есть если вы богаты, то вы можете приносить в мир очень много пользы. Вы можете помочь кому? В первую очередь своей семье, своим родителям. Да, потому что всем нам хочется сделать наших родителей, которые дали нам жизнь, намного богаче, в том числе и финансово. Потому что пенсии у наших родителей, к сожалению, очень маленькие. И что я вам хочу сказать. Много людей, много детей, много животных, которым нужна помощь. И я считаю, что всем нам стоит заниматься благотворительностью, выбор каждого, конечно, но помогает другим людям. И если вы сами бедны, то вы помочь вряд ли кому-то сможете. Девочки, перезайдите, у кого не получается. Я так понимаю, что, может быть, это ваш интернет. Да, потому что, смотрю, у многих все хорошо. Поэтому, если вы видите, что другие не пишут, попробуйте перезайти. Да, или через другой Яндекс. Ой, Соколенко, Мариночка моя, мой спонсор любимый. Обожаю своего спонсора. Мы сегодня с ней разговаривали. И у нас с ней цели одинаковые. И, знаете, от спонсоров очень многое зависит, потому что, если ваш спонсор хочет больших вершин, он пытается вам передать это желание, то, конечно же, у вас тоже будут такие же намерения, чаще всего, в основном. Поэтому давайте все стремиться в какой-то верхушечке. 1 миллион евро, премия и 1 миллион 500 евро у вас доходит, каждый год как минимум будет. И вот смотрите, на данный момент мы открыли уже звание «Бриллиантовый директор». Вот, если вы обратите внимание, мы прошли ровно половину парусник. В принципе, от директора до бриллиантового мы сделали такой результат за один год. И я просчитала, я поняла, что, в принципе, я могу это сделать, точнее, мы с мужем в партнерстве можем это сделать, то есть выйти на уровень «Бриллиантовый президент» за два года вполне. По нашим просчетам, если мы будем двигаться так же. Из этого что следует? Из этого следует то, что каждый из вас сможет за один год выйти на уровень «Бриллиантовый директор», а за два-три года, ну максимум пять, вы можете все выйти на уровень «Бриллиантовый президент». Пока компания достаточно новая, пока столько неохваченных регионов, это вполне реально. Вот именно за такими, за большими деньгами мы и пришли в эту компанию. Правда ведь? И давайте разберем вот этот наш самый-самый вкусный кусочек маркетинг-плана именно сейчас. Почему? Потому что ни в одной другой компании, я это могу вам с уверенностью сказать, потому что я изучала маркетинговые планы других компаний, нет такой премиальной системы. И ради только одной премиальной системы стоит быть в этой компании. Объясню почему. Смотрите, когда вы выходите на уровень директора, что такое уровень директора? Кто знает, какой товарооборот должен быть у человека, чтобы он, у команды человека, чтобы он сделал уровень директора? Пять тысяч баллов или сколько это в рублях? Напишите мне, пожалуйста. Сто тридцать, сто тридцать пять тысяч рублей. Да, все правильно. Всего лишь, да, кто уже строил бизнес в других компаниях. Можете сказать, сколько нужно в других компаниях? Мы можем не называть никакие названия, да, чтобы быть корректными. Просто приведем пример в цифрах. Да, многие пришли из других компаний, и понятно почему. Сколько нужно, чтобы выйти на какой-либо первый уровень. Например, на уровне директора. Да, в другой компании. Вот, двести тысяч Лилия знает. Екатерина, двести пятьдесят, триста пятьдесят тысяч. Это люди, которые знают маркетинг-кланд других компаний. Около трехста тысяч. Да. Семь миллионов пятьсот тысяч баллов, Людмила. Людмила, вы меня просто умиляете. Хорошая, хорошая сетевая компания, где, чтобы стать директором, нужно семь миллионов пятьсот тысяч баллов. Ну, бывают, наверное, такие компании. Я сочувствую очень дистрибьюторам этих компаний. Вернемся к нашей, да, то есть вы видите, что у нас в два, в три, иногда и в четыре раза легче создать такое, Людочка. Я поняла, что ошиблись, да, ну, превратим это в шутку. Семь пятьсот, да, это в балл. Вот. Поэтому у нас намного легче, да, вы делаете те же действия. В принципе, да, везде основа одна и та же. Создавать товарооборот компании за счет личного потребления. Но за счет того, что у нас товарооборот намного нужно меньше создать, вы делаете те же действия, но в два, в три раза быстрее достигаете уровня директора. Вот вы вышли на уровень директора, в шесть месяцев, в любых из двенадцать, не нужно подряд это делать, потому что у всех бывают какие-то жизненные обстоятельства. Главное, шесть месяцев в году продержаться, выполнить этот товарооборот и тысячи евро по курсу российского банка. Обычно курс один к семидесяти. Но он вполне может и вырасти, это прекрасно понимаете, да, то есть курс евро, он всегда высокий, он всегда прекрасный. Поэтому этим мы и отличаемся. То есть семьдесят тысяч приблизительно в среднем вам приходит сразу же на ваш счет, вы их снимаете в этот же месяц и прекрасно себя чувствуете. Да, вот мы, например, когда получили первую тысячу евро, мы с моим мужем сразу же купили путевку в Таиланд, это как раз была зима, и прекрасно, замечательно там отдохнули, получили массу эмоций, впечатлений. Ну, у каждого свои какие-то цели, да, куда они будут тратить эту тысячу евро. Кто-то будет ложить на счет, чтобы эту тысячу евро приумножить, может быть, да, и собрать на какую-то огромную хорошую покупку, там, дом, квартира, все, что угодно. Золотой директор, это когда вы делаете не только 135 тысяч, но и еще ваши два директора совместно сделали по 135 тысяч. То есть, две команды в первом уровне всего лишь, да, и вы получаете еще 2000 евро. Если у вас три команды, то вы получаете еще 3000 евро. Обратите, пожалуйста, внимание, единственная компания, в которой суммируются премии, это компания BFC. То есть, вам не прибавляют всего лишь одну тысячу евро, если у вас вырастает еще один директор, а вам столько дают тысяч, сколько у вас директоров. И так будет длиться до уровня премиум бриллиантовый директор. Обратите, пожалуйста, внимание, 9 команд вам дают еще 9 тысяч евро. А вот потом начинается самое интересное. Статус, когда у вас вырастает 11 директоров под вами, это на самом деле сделать несложно. Подумайте, если тем более вы уже пришли со своей командой, например, или вы знаете, что вот есть несколько городов, несколько регионов, где еще совершенно пусто. Вы же можете в каждом городе найти, здравствуйте, найти по одному директору, и все, и у вас 11 команд. И вам сразу дают уже не 11 тысяч евро, а умножают в два раза, дают еще 22 тысячи евро. Представляете, какой сумасшедший маркетинг план. Когда прирастает еще 3 директора, вам дают еще 28 тысяч евро. Я упор всегда буду делать на эту таблицу. Я прошу вас, рассказывайте своим людям. Это же чудо, потому что таких денег не платят нигде. 3 директора приросло 28 тысяч евро. И вы поймите, что самое трудное, это выйти сначала на директора и на золотого. А потом у вас, как по накатанной, уже начнут эти директора вас сами находить. И если вы будете рассказывать всем о том, что вы строите бизнес, что вы добились уровня директора, золотого директора, к вам люди будут идти сами. Главное правильно настроить свой личный проект, чему мы и учим, собственно говоря. И так далее. Смотрите, сапфировый вице-президент, 17 команд, 34 тысячи евро вам еще дают. То есть вы прирастаете 3 директора, вы можете квартиру купить. Еще 3 директора, еще одну квартиру. 20 команд, еще 40 тысяч евро вам дают, еще одну квартиру. Вы понимаете, что с помощью нашего маркетинга плана, с помощью нашей компании, вы можете за 2-3 года решить свой квартирный вопрос совершенно спокойно. Только нужно взять и постараться. Я хочу до вас это донести. Я вижу, что вы восхищены уже. Вот Леночка Смирнова получила 1000 евро. Скоро она закрывает золото. Лен, кстати, когда ты закрываешь золото? Прости, я этот момент пропустила. Лена Смирнова пришла к нам в прошлом году, в ноябре. За месяц, Лен, извини, скажу честно, занималась ерундой, ничего не хотела делать. Ну, может быть, не верила в компанию. Сейчас жалеет, что она не начала работать раньше. И вот в январе она начала работать активно. Сейчас она уже закрывает золотого директора. Мамочка, ребеночка, которому исполнилось 2 годика. Пришла она, когда ему еще годика не было. И вот таких примеров мамочек у нас много. И каждый из вас может сделать это. Самое главное не сдаваться. Вот Марина Буйвол тоже написала. Я на пути к своей первой тысяче. Марина Буйвол тоже. Она пришла, было и всякое у нее. И руки опускались, и не верила она в себя. Но когда она в себя поверила, когда люди за ней пошли, они увидели, что внутри у нее горит огонь. Что она верит, она знает, что она добьется. И за ней пошли люди. Самое главное не сдаваться. Правильно Лена Смирнова написала. У нас в компании есть живые примеры людей, мамочек. Вот у Лены один ребенок, у Марины три ребенка. Это знаете, поэтому когда приходят мамочки и говорят, ой, у меня ребенок, мне так сложно, я не могу, это не мое. Я всегда ставлю пример вот таких вот матерей-героинь, у которых действительно несколько детей, и они справляются, они выходят на лидерские уровни. И я всегда буду таких людей ставить в пример. Аня Поликарпова, да, вот тоже. Человек, который пришел, пыталась она в других компаниях выйти на лидерские уровни. У нее никак не получалось. Она увидела здесь потенциал, она поверила, она услышала меня. И человек за три месяца тоже вышел на лице-директора с нуля. Здесь это все возможно, девочки. Проверьте, просто поверьте в себя. И все, и у вас все будет хорошо. Вы просто зажгитесь этим. Вы просто у себя нарисуйте где угодно. На холодильнике, как я это делаю, на стенке. Нарисуйте этот миллион евро. Нарисуйте вот эти все премии, рисуйте каждый месяц, что вы хотите, через сколько. Прописывайте, прорисовывайте. Вы когда будете цифры чувствовать, вы намного быстрее к ним будете идти. И давайте пойдем дальше. Это наши замечательные таблички. И вот, вышли вы на бриллиантового вице-президента, да, а потом у вас вырастают еще три команды всего лишь. И вы становитесь президентом компании Биоси. Двадцать три команды. И вот она, сто тысяч евро. И здесь вы становитесь уже человеком другой ментальности, другого уровня. Почему? Потому что, во-первых, чтобы прийти к этой сумме, все равно, девочки, нужно расти не только финансово, да, нужно расти и духовно. Я вот когда-то проводила вебинар «Троечка», в котором я рассказала основы всего, основы нашего успеха. И я говорила о том, что если человек не развивается ментально, если он только смотрит сериалы и читает дешевые романчики, да, какие-то, ему очень сложно будет стать богатым финансово. Потому что человеку нужно со временем становиться мудрее, обучаться постоянно. Поэтому я очень рекомендую посещать различные тренинги. Да, сейчас много тренингов онлайн, много живых тренингов в каждом городе. Интернет дает нам много возможностей. Читать книги, изучать себя изнутри и, ну, действительно развиваться. И вам это очень понравится. Когда вы будете развиваться, к вам будет больше людей приходить. Да, вот, вы знаете, приведу свой пример. Я не то что хвастаюсь, я просто хочу провести анализ и показать вам, о чем я говорю. Многие из вас, кто уже давно со мной наблюдает, что я посещаю тренинги, что я развиваюсь, участвую в конкурсах красоты, занимаюсь спортом, ставлю какие-то перед собой задачи и рассказываю об этом людям. Я бы хотела задать вам такие вопросы. Нравится ли это? Считаете ли вы, что это меня, может быть, поднимает в ваших же глазах? То есть, интересно ли я вам как личность именно из-за этого? То есть, или было бы вам все равно? То есть, если я бы ничего этого не делала, а просто как бы вела бизнес, или вам интересно, я, может быть, в тех моментах, когда, в тех моментах именно, что я развиваюсь. Вот я хочу узнать сейчас от вас правду. Играет ли это роль? Вот напишите, пожалуйста. Вот мой спонсор Марина Соколенко написала, конечно, очень. И мне интересно побольше мнения узнать. Так, Хеда, здравствуйте, Хеда. Мы сейчас вот как раз о том и говорим, как выйти на лице директора. И вот будет и в записи этот вебинар. Может, от начала вы немножко прослушали. Спасибо, девочки. Я рада, что тем, что я развиваюсь, я мотивирую вас. Вот это я, о чем я хочу сказать, что если вы будете развиваться, да, и Роман, к нам пришел мужчина. Достойный уважения, потому что это мужчина, который показывает пример, как нужно вести бизнес мужчинам именно в косметической компании и не бояться, что это не мое. Поэтому, Роман, я вас приветствую. Очень приятно, что вы пришли на мой вебинар. Итак, я хочу сказать о том, что когда вы будете развиваться изнутри, менять себя в лучшую сторону, видеть какие-то моменты, которые нужно убирать. Я сама чувствую, что во мне многое поменялось. Я, конечно, не буду говорить, что кардинально, то есть человек все равно это личность, но многие моменты поменялись. Меня это само радует. Я стала, наверное, больше любить жизнь и стараться этим делиться с вами. И, соответственно, растет и финансовая сторона, да, вопроса нашего в бизнесе. И мы растем, и растут финансы, соответственно. Рада очень, девочки, за такие слова приятные. Действительно, для меня это как бальзам на душу. Ну так вот, и продолжим. Пойдем мы по дорожке, начиная от президента. Да, ну, я поставила себе цель выйти через год вот на этот уровень. Да, президент. Смотрите, 23 команды, и у вас 100 тысяч евро премия. Золотой президент. Что для этого нужно? Чтобы 5 человек из этих ваших лидеров выросли в бриллиантов. Да? Вот у меня уже есть бриллиантовый директор. Она в открытом пока статусе, но она его закроет однозначно. Это моя Светлана Маспанова. Это мой бриллиант. Но я уверена, что все эти девочки, которые у меня уже 8 человек, открыла статус директора. Вот Лена Смирнова золото уже скоро закрывает. Я уверена, что все эти девочки спокойно за год выйдут на уровень. Я в них на 100% уверена. Это девчонки, которые действительно показывают результаты, и у них есть стремление, и они выйдут. То есть у меня уже 8 бриллиантов есть. Сейчас вот еще подрастают еще 2 бриллиантика моих будущих. То есть очень скоро они станут вице-директорами. И я уверена, тоже на 100% что-то люди будут бриллиантами. Поэтому 5 бриллиантов вы получаете 200 тысяч евро. Да, главное не лениться. Платиновый президент, 11 бриллиантовых директоров, и должно быть у вас в первой линии. 300 тысяч евро вы получаете еще. Вы можете просчитать, если вы хотите себе дом или квартиру, просчитайте, сколько уже домов и квартир вы могли бы приобрести. Если кто-то хочет автомобилей, пожалуйста, автомобили. Я не говорю сейчас про наши программы автомобильные, квартирные. Об этом потом. То есть это кроме этого вы только, мы же даже не считаем наши зарплаты. То есть мы сейчас только считаем премии. Это бонусы, это подарки от компании. Итак, сапфировый президент, 17 бриллиантовых директоров первой линии. Вы получаете еще 400 тысяч евро. И вот оно, вот он миллион евро, где он, да, спрятался. Когда все ваши 23 команды станут бриллиантиками, вы получаете 1 миллион евро. То есть вы вырастили 23 команды и помогли каждой из команды стать бриллиантами. На самом деле это все реально. Обратите на это внимание. 23 человека, 23 города взяли различных, вырастили 23 директора. Все. На самом деле это не так сложно, как кажется. Я же говорю, самая первая сложность это выйти на директора. Ну, это кажется опять же, да, это все в голове у человека. И не застрять там, а начать двигаться дальше и дальше и дальше. Итак, скажите, пожалуйста, кто же из вас уже верит в то и хочет, что он станет бриллиантовым президентом компании Биоси? И что это реально сделать в ближайшие 2-5 лет? Пожалуйста, напишите. Вот прям напишите, пропишите. Я хочу, я уверен, я знаю, я это смогу сделать. Это очень важно. То, что вы пишете, то, что вы себе ставите в голове, да, однозначно это сбудется, если еще к плюсам приложить усилия. Плюсам, да, все, это все сбудется, это однозначно проекция вашей жизни. Отлично, девочки, я вижу всех, я прекрасно знаю, кто это может быть. И те люди, которые нашли время, сейчас не вечер, сейчас не утро, сейчас 4 часа дня, да. Для многих тяжело в это время выйти на вебинар. Но те люди, которые пришли, это для них действительно важно. И те люди, которые сейчас участвуют, которые пишут, я хочу, я уверена, они просто поставили фоном, эти люди сделают, эти люди сделают. И я обязательно научу, хидал у меня 14.01, да, ну, 9, да, в любом случае, девочки. Вы все сможете и вы все сделаете. А если у вас еще и пустой регион, то сам Бог вам велел взять себя в руки и показать этот результат. Тем более у нас такая работа не пыльная, мы получаем здесь удовольствие. Так 1 миллион у вас уже в кармане, только мы будем к нему идти. 22.00. Лилия, где вы живете? Да, по воле Аллаха, по воле Всевышнего, по воле нашего Бога. У меня единое мнение, что Бог один, не важно, как называется, но это то, во что я верю, и я знаю, что все в нашей жизни взаимосвязано, в бумеранг я верю, я во все это верю, и во все это вижу, что в моей жизни происходит. Чем больше ты позитива, добра несешь в этот мир, тебе это возвращается. Поэтому Бог нам поможет однозначно, если мы будем стараться. Как узнать, что регион пустой? Очень просто. Вы берете, заходите на наш сайт, ищите карта БиОСИ, ну спросите у спонсора, он вам поможет, и прописываете какой-либо город или регион. И там по карте прямо показаны квадратиками бюро БиОСИ, да? То есть если вы видите, что в регионе нет вообще бюро, значит в эти города вам и нужно внедриться очень-очень срочно. Есть еще страна, которая сейчас только начинает развиваться, это Казахстан. Там вот сейчас самое время внедриться, и те люди, которые там будут первыми, вот они получат хорошие результаты, ну все сливки снимут. То есть вы тоже поймите, что есть такой маркетинговый закон, называется он 1.9.90. Это не сказка, это закон маркетинга, который вы найдете в любом учебнике по маркетингу. Любой маркетинг, да, это любой бизнес, любого бизнеса касается, не только сетевого бизнеса. Если ты выходишь на рынок, да, ну рынок не продуктовый, я имею в виду, с овощкой. Если ты выходишь на рынок с каким-либо продуктом или товаром, и ты там первый год, то ты можешь быть миллионером. Если ты на этом рынке более года, от года до трех, то ты можешь стать очень состоятельным человеком. Если ты уже больше трех лет на рынке, то уже намного, чем больше лет компании, да, твоей, твоему бизнесу, тем тебе сложнее уже выйти на какой-то уровень. Так вот, наша компания еще в многих регионах находится на нуле, да, то есть там можно еще год работать, стать миллионером. Так как мы многие работаем через интернет, то мы можем в любые регионы, скажем так, запускать свои прекрасные, красивые, женские, ну и мужские у нас тут тоже есть, ручки. И в этом регионе работать и поднимать, и становиться миллионером, и делать людей миллионерами, понимаете. Самое главное, чтобы вы шли не с намерением себя обогатить, а обогатить и помочь тем людям, которые пришли за вами. Ведь к вам приходят люди, это как ваши дети, они рождаются, они приходят в ваш бизнес, они рождаются, и ваша задача им помочь, вырасти. Вырасти этих деток и дать им все самое лучшее. Вот такое намерение, если у вас в сердце и в душе, то есть помочь людям, а не просто обогатиться, поверьте, ваш бизнес будет идти совершенно по-другому. Какая помощь идет от нас? Все, кто в нашей команде, получают бесплатную пошаговую школу. Эта школа разрабатывалась, это мой муж разрабатывал эту школу, мы совместно ее разрабатывали, но все технические моменты организационные делал он, потому что этот человек обучается очень много в хороших школах платных, естественно. Он ездит на тренинги, на семинары, он очень много курсов покупал онлайн, у него есть дипломы. То есть человек, который знает, что он делает, он постоянно внедряет что-то новое. Вот и сейчас он уехал на тренинг, да, и у него очень огромные, грандиозные планы. Скоро он запустит платную школу для всех бизнесменов в области MLM. То есть я считаю, что наша система, она, конечно же, очень помогает расти. Все, кто пользуется нашей школой, он выходит на результат, конечно же. Поэтому мы вот даем вот такой вот подарок. Также мы даем подарок всем тем, кто становится лидерами. Мы даем бесплатный сайт, делаем продающий, который стоит вообще 300-400 долларов, да, если его заказывать. И если вы хотите, мы еще и организовываем собственную школу. То есть для всех тех, кто стал лидером в нашей команде, мы даем вот такой вот подарок. Я думаю, что ни в одной другой команде, я думаю, что ни в одной другой компании таких подарков не дарят. То есть вы, если становитесь лидером в нашей команде, то вы становитесь уже полноценным лидером. То есть мы организовываем, мы даем вам возможность стать действительно лидером и оформить это красиво, чтобы к вам приходили люди. Поэтому помощь от нас дается, только работайте, только делайте. И моя большая просьба, когда к вам приходит новичок, не нужно изобретать велосипед. Вы даете ему школу новичка и даете пароль. Он изучает, дает вам отчет и вы продолжаете дальше работать, даете дальнейшие инструкции по нашей школе. Если вы будете таким образом работать, вы облегчите жизнь себе, вышестоящим спонсорам и человеку-новичку. Вот такая вот у нас должна быть система, по которой мы работаем. Дальше. Идем дальше. Конечно же, новичкам будет интересно, какой заработок в нашей компании. Конечно, заработок бывает различный, но я хочу показать то, чего я добилась сама. Точнее, мы с моим мужем, я не устану повторять, что мы в партнерстве, просто на данный момент я провожу вебинар одна. Итак, вот смотрите, в прошлом году, в этом же месяце у меня была зарплата в 15 тысяч рублей. Я была на уровне директора, еле-еле затягивала. И у меня уже были такие даже мысли, может быть, это не мое, а может быть, заняться другим бизнесом. Мы перепробовали, честно скажу, с моим мужем много видов бизнеса, линейного. В других сетевых компаниях мы, в принципе, не строили бизнес, но мы перепробовали что-то другое. Скажу вам так, очень сложно. Конечно, мы не могли, мы понимали, что нужны большие вложения, что результат приходит минимум через год, ты начинаешь видеть какие-то деньги, и это очень рискованно. И все-таки мы выбрали биосип, потому что мы поняли, что это единственный бизнес, где ты ничего не вкладываешь. Я не считаю вложением ЛТО. Вы мне вот хоть доказывайте как угодно, я это вложением не считаю. Это то же самое, что я тратила, и так, только я трачу на косметику другого качества, да, совершенно. Поэтому мы выбрали этот бизнес, и когда мы в него поверили, когда мы прочувствовали, что мы можем здесь заработать, вот именно тогда начался успех. Потому что, когда ты сидишь одной ногой и думаешь, ну, не знаю, я, конечно, попробую, но если что, я уйду туда, и ты одной ногой еще в какой-то сетевой компании, я, может, туда уйду, а, может быть, туда, то у тебя ничего не получится. Я тебе сразу говорю, это проверено на мне. Когда у меня в голове стало, то есть я определилась, ко мне пришла стопроцентная уверенность, что это мой бизнес, что я беру всю ответственность полностью только на себя, не на спонсора, не на мужа, не на директора компании, только на себя, это мои деньги, это моя жизнь, и это мой бизнес. Когда я поверила, когда я почувствовала, просчитала, поставила, написала себе план, я захотела выйти на какой-то определенный уровень, вот тогда все пошло как по массу. Должна быть стопроцентная уверенность в том и вера в то, что вы делаете. Да, в жизни может всякое случиться, может и не получиться, но нельзя, как сказать, нельзя жить тем, что а вдруг не получится, а вдруг это не мое, у вас тогда не получится. Ребят, это я вас уверяю на 100%. Будьте уверены в том, что вы делаете. Живите этим, получайте наслаждение и кайфуйте. Если даже вдруг что-то там произошло, но кирпичи тоже на голову падают, и вы вообще никогда не знаете, сколько вам отсчитано на этой земле. Поэтому не живите в том, что ни в чем нельзя быть уверенным. Оживите в том, что я хочу, я знаю, я буду, и я буду победителем. Так вот, через год мы вышли на такой вот доход. 283 936 рублей. Ну, еще плюс подарочный, да, видите, 2430. Это заработок в 4000 евро. Да, и скажите, пожалуйста, вот кто из вас где-то когда-то получал за месяц вот такую сумму? Если кто-то получал, то расскажите где. Во сне, да. Во сне иногда сны бывают хорошие такие. Но хочется и в реальности получать вот такие деньги. И вы знаете, ровно год назад я даже мечтать не могла, что я буду столько зарабатывать. Я сейчас до сих пор еще живу, вот как в этом сне. Я понимаю, что, да, у нас был бизнес с мужем, хороший бизнес, но мы столько не зарабатываем. Вы знаете, я недавно общалась с женщинами, у которых свои продуктовые магазины. Спросила, сколько вы вместе с чистыми деньгами получаете с одного магазина? Да, у них там два магазина. То есть 80 тысяч рублей. Но вы представьте, сколько усилий, сколько мороки, сколько, извините за выражение, геморроя нужно, чтобы держать свой продуктовый магазин. Это очень сложно. То есть такой бизнес он приносит намного меньше. А здесь ты в тепле, ты с телефоном в руках, ты захотела туда поехать, захотела сюда поехать. Ты общаешься с девушками, ты рассказываешь, ты делишься впечатлениями, ты пользуешься качественной косметикой. И ты получаешь вот такие суммы. Но кроме этого, мне еще компания сделала шикарный подарок. Видите, внизу я заработала 164 жемчужины. А должна была 150. Да, девочки, вот спрашивают, отвлекусь немножечко. Я в Адалии по знаку с Дякой, поэтому могу перескакивать, потому что я на эмоциях всегда все рассказываю. И на все хочу вам ответить, конечно, сразу. Нам начислили эти деньги. И эти деньги в этом же месяце мы полностью наличкой выводим через свой счет ИП. То есть нам в банк переводим на счет, и мы их наличкой оттуда вытаскиваем. Мы платим единственное налог, так как мы частные предприниматели, платим налог, там, по-моему, не знаю, муж мой платит, или 4, или 6%, что-то такое, или 5%. Вот. Муж этим всегда занимается, финансовыми вопросами, снятиями денег. А он их только в руки вот так ложит. Поэтому все снимайте, все видите, эти деньги у вас. Мы хотим даже видео снять, как мы их из банка получаем. Мы снимали видео, но наш старый канал заблокировал еще в сентябре, и было у меня такое видео. Вот. Значит, жемчужины. 164 жемчужины. На эти жемчужины, эти жемчужины мне компания меняет на путешествие, которое называется Тропический рай, на круизном лайнере. 10 февраля мы отправимся в путешествие 7-дневное. Посетим мы Мальдивы, Шри-Ланка, Гуа и Мумбаи. Вот я уже отправила документы на индийскую визу. Путешествие стоимостью 3000 евро. Вот такое путешествие, и от компании еще получила подарок. Круто. Кто хочет поехать в путешествие, расскажите ко мне. Ю-ху! Да, Лена, ю-ху! Немножко о нашем бизнесе. Что же такое наш бизнес? Ничего не вкладываете и не продаете. Хотите, продавайте, пожалуйста. Но я ничего на другом не продаю. Обучение бесплатное. Деньги наличкой. Кто знает, что у нас можно деньги выводить наличкой? От двух до пятнадцати тысяч. В личку напишите своему спонсору, он вам все расскажет. И это большой секрет. Свободный график. Вообще свободнейший. Я сегодня проснулась в десять утра, девочки. Вот честно. Если бы я работала на наемной работе, я бы, наверное, проснулась бы в шесть или в семь утра. И куда-то бы ехала. Такая погода была ужасная, снег. Ой. А так я никуда не еду. Я сижу дома и общаюсь с вами. Из любой точки мира, с помощью любого гаджета. Буду с вами общаться, когда я буду на Мальдивах. Обязательно. Я прям буду прямые эфиры проводить, чтобы вы пускали слюнки, и чтобы у вас загорелось, и вы хотели еще больше, еще больше. Старались, стремились. Итак, расскажу вам про наши круизы. Наши круизы всегда на итальянских шикарных лайнерах. Всегда это кругосветные путешествия. Уже были Карибы, уже были Арабские Эмираты. И вот сейчас у нас Мальдивы и Шри-Ланка, Индия, Гуа. Наши лидеры ездили. Для меня это первая поездка. Наш с вами спонсор, Элизара Меметова, постоянно у всех участвует. В таких мероприятиях ездит везде. Ну и вот, если вы видите автомобили и своя квартира, это то, что дает компания. Немножко подробнее. Мой спонсор, Мариночка Соколенко, уже получила через год работы вот такой автомобиль от компании. Это второй автомобиль в семье. И он им очень даже был к месту. Ездит сейчас на море и нас возит иногда. Элизара Меметова, тоже наш с вами спонсор вышестоящий. Она ведущий бриллиантовый директор компании. И Марина, и Элизара живут со мной в одном городе. Вот Элизара со своим мужем Вильданом. И у них через год работы была уже самая первая машина в Крыму у нас. Вот такая беленькая красотка. И путешествие «Звездный маяж». Это то, куда я планирую поехать. Вот наше расписание. Только у нас сначала в марте должно было быть. Теперь мы нам перенесли еще раньше, на февраль. Вот такой вот подарок. Значит, 10 числа мы приедем на Мальдивы, город Малия. 11-го мы там будем. То есть, в 2 суток мы там будем. Поездим по разным островам однозначно. Потом мы опять в море плывем на круизном лане. Или там и казино, и дискотека, куча бассейнов, тренажерные залы, рестораны шикарные. Система all-inclusive. Все включено. Ни за что мы платить не будем. Потом мы приезжаем в Колумба. Это Шри-Ланка. Целый день проводим там, на шикарных пляжах. Съездим на какую-нибудь экскурсию. Потом мы выходим опять в море. Опять в море гуляем, общаемся с руководством компании. Кстати, можете мне все написать вопросы, которые я задам непосредственно Оксане Шустровой и Светлане Калабиной. Оксана Шустрова – это наш генеральный директор. Светлана Калабина – это директор по ключевым партнерам. Не с самого начала, естественно, компании. И если будут какие-то вопросики, вы мне списочек, пожалуйста, приготовьте. Где-то к 5 февраля. Прямо в личечку 5 февраля мне все свои вопросики подготовьте и скиньте. Итак, Шри-Ланку мы посетили, опять в море поплавали. И на Гуа, да, Гуа – это тоже сказочный, сказочное побережье, конечно. Причем я вот ни в одной из стран еще не была. Представляете, для меня это вообще и в круизе я никогда не была. Для меня это сказка какая-то просто. Целый день мы на Гуа, и потом мы ночь плывем, поспали, отдохнули и приплываем в Индию. Там очень много туристических интересных мест. Там мы будем целых 2 дня. И потом мы возвращаемся в Мале и летим мы в Дубаи. Вот вы знаете еще компания, насколько щедрая? Лететь мы будем не на каких-то там кукурузниках, а мы будем лететь через Дубаи на очень крутой авиакомпании Air Emirates. Это эмиратская авиакомпания, я уже летала в Таиланд через Дубаи. Шикарно, там и еда замечательная, и напитки прекрасные, очень комфортно. То есть компания делает этот отдых действительно шикарным. Это не просто слова, это VIP-отдых, который достоин королевских особей. Люди, которые на этом лайнере, это в основном европейцы, американцы, достаточно такие обеспеченные. Там такой будет круг людей, и мы попадем вот в такой сказку. И следующий у нас будет круиз через год, который вы уже, начинайте, пожалуйста, к нему готовиться. Это сказочнейшая страна, как она называется, кто знает, в которой мы поем с вами, со всеми. Все 45 человек просто обязаны поехать в следующем году, чтобы весь лайнер был наш. Ну, не весь, но большая часть. Ой, Юлечка, Юлечка, у нас следующий наш директор, между прочим. Ну, куда мы едем, девочки? Куда мы с вами едем? Сингапур, Малайзия, Пайлан. Элизарочка тут у нас, с нами наша Элизара. Наш ведущий бриллиантовый директор в этом месяце, она, кстати, закрывает. Это человек, который всегда являлся моим примером. Который не ныл, а говорил, я сюда пришла за большими деньгами и за хорошим достижением. И показывает пример. Вот и все. У человека три ребенка. Поэтому не надо детьми прикрываться, пожалуйста. Испания у нас, у нас же еще одно путешествие. Точнее, у нас на круизном лайнере Сингапур, Малайзия, Таиланд. А в сентябре еще вы все тоже успеваете сделать условия на Испанию. Конференция в Испании. Я тоже в этой стране никогда не была и просто мечтаю ее посетить. А кто делает условия на кругосветку, автоматически едет еще и в Испанию. Поэтому будьте добры, будьте добры, поехать с нами в следующем году. Ну и квартирная программа, которую с февраля месяца улучшат, сделают еще более доступной. По условиям этой программы, пока нахожка разыгралась, шумит немножечко. По условиям этой программы вы можете получить от компании квартиру или дом в любом городе вашей страны. Кто мечтает улучшить свои жилищные условия? Я, например, мечтаю, у меня сейчас квартира, а мне хочется дом. Поэтому вот это тоже следующая моя цель. Напишите, пожалуйста, кто хочет домик или квартиру. Можете написать в каком городе даже. Вот одна уже дамочка хотела, хотела и получила ключики. Вот, молодцы, девочки, вы все хотите. Пропишите, где, какой дом, какую квартиру. Все должно быть написано четко у вас на бумаге. Не нужно вот этих вот облачных, я хочу, куда, где четко. Все. Даже можете пойти посмотреть же на эту квартиру. И давайте немножко вернемся к маркетинг-плану, потому что это то, что вам нужно пройти, чтобы стать директором. Кто еще не стал. Кто стал, он уже знает, это все прекрасно. Я могу с уверенностью сказать, что наш маркетинг-план, он очень легкий. Ну, не знаю, я столько изучала этих всех дел в других компаниях, но наш маркетинг-план, он достоин уважения. Вы начинаете получать деньги уже с уровня дебютанта. 3%. 100-299 баллов. 2714 рублей. Юлечка уже дом нарисовала и планировку. Вот этот человек стремится и хочет, понимаете? И вы уже получаете 60-200 рублей. Нормально, да? То есть вы сделали свое ЛТО, собственно, и получили еще за это деньги. Консультант. 300 баллов. Это баллы с командой. То есть ваших достаточно 100 баллов. Вообще недостаточно. Делайте все 300 баллов, быстрее вырастите. Учитесь своих людей. Каждый по 300, получается сколько? Сколько? Посчитайте, пожалуйста, кто-нибудь. Если вот у вас будет каждый человек делать ЛТО 300 баллов. В многих других компаниях все привыкли делать у них 100 баллов, как у нас 300. Поэтому давайте так и будем делать. То сколько нужно таких людей, чтобы сделать 5000 баллов? 5000 поделите на 300. И мы поймем, сколько нужно людей, чтобы стать директором. Чтобы каждый сделал по 300 баллов. Консультант делает 300 баллов, 17. Лизарова у нас лидер, поэтому уже все посчитал. Всего лишь 17 человек по 300 баллов, и вы директор. Все. Вот вам ответ, как стать директором. Зинаида, спасибо. Консультант. 300-599. И уже у вас до 1000 рублей доходов. Да? Какие проблемы? То есть, два человека по 300 баллов, вы уже ведущий консультант. Уже 600 баллов. Уже 1000 вы получили. Делайте сами. Пригласите человека. 1000 у вас в кармане. Какие проблемы? Все просто и легко. Менеджер, 1200 баллов. Это сколько людей у нас по 300, если брать 300? Ну-ка, посчитаем. 4 человека, наверное, да? И 3000 почти рублей у вас в кармане. 2400 баллов. 8 человек по 300 баллов. 7800. Ребят, это минимальная зарплата. Даже, по-моему, минимальная зарплата меньше. Да? С вас пригласить 8 человек, которые сделают по 300 баллов. И вы получаете минимальную зарплату. Ну, сделайте это, и все. Ведущий менеджер, номер 2. 3600 баллов. 3600 баллов. Это на сколько человек получается? 12, да? 12 человек по 300 баллов ЛТО. И у вас зарплата почти 15 тысяч. Понимаете как? Многие ходят с утра до вечера на заводы, там, не знаю, куда, магазины. И получают такой зарплату. С утра до ночи работают люди. А вы просто пригласили 12 человек. Они сделали по 300 баллов. То есть, это все не так сложно, как вам кажется. Просто нужно это делать. И все. И вот вице-директор. 5000 баллов. Как я уже говорила, это 135 тысяч рублей. И у вас уже зарплата в среднем до 26. Там, если вот этот товарооборот больше не получается, но это и товарооборот 135 тысяч. Если вы сделаете такой же товарооборот, как в компании какой-нибудь, где 270 тысяч, то вы, соответственно, 50 тысяч и получите. Понимаете? Но там это только директор. А тут вы уже дважды директор. Понимаете, да, о чем я говорю? Так здесь легко. 17 человек по 300 баллов. Вот у вас в голове пускай станет такая картина. 17 человек по 300 баллов. Тем более у нас есть для тех, кто делает 300 баллов, шикарная акция. Как же она называется? Кто знает, напишите, пожалуйста. Чем вы можете мотивировать человека? Чтобы он делал 300 баллов лично. Первое. То, что у него зарплата будет уже, сразу же. Сколько? Если он 300 баллов сделает, 200 рублей? И второе. Он еще поучаствует в шикарной акции. Что это за акция? Ну, как-то скажет. Меня слышно вообще? Мастер продаж. Только Элизара почему-то отвечает. Хотя Элизара все прекрасно и так знает. Вот кто еще не участвует в мастере продаж? И если ваши новички еще не участвуют, вы должны эту акцию прямо выучить на зубок и рассказывать с восторгом, с восхищением каждому вашему новичку. И мотивировать его делать этой акции. 300 баллов. Да, три каталога подряд и 2000 рублей человеку премия. Круто. Все возьмите, зайдите сегодня в личный кабинет, найдите акцию мастера продаж, вырежете себя на рабочий стол и всем новичкам, пожалуйста, кидайте. 17 таких новичков, ну, кроме вас, если еще с вами, то 16. И вы директор. Все. Посчитайте, сколько новичков в день. Вот 16 новичков плюс вы. Сколько новичков с 300 баллами, наверное, правильно, вам нужно в неделю. Да, для этого вы 16 делите на 4, всего лишь 4 новичка, ребят, в неделю. Ну, неужели это сложно? Или лучше идти на наемную работу и пахать там с 8 до 7, как минимум. И тратить целый рабочий день. Или за эту же зарплату, да, за хорошую зарплату 20-26 тысяч вы найдете просто людей, которые сделают такой же товаробрет, как они делали все равно в других компаниях. О, в сумме. Правильно? Вот так вот. Я надеюсь, вам понравилась эта идея. Понравилась ли вам идея делать ЛПО 300 баллов и учить этому новичков? Кто теперь будет делать так же и достигать хороших результатов и очень-очень быстро? Да-да, Хеда, очень приятно, что вы меня услышали. Это реально так и есть? Гульмирочка. Да, девочки, молодцы. Просто начните это делать с сегодняшнего дня. Умнички мои. Я вот вам еще раз эти единовременные выплаты решила показать, чтобы вы этот миллиончик еще раз увидели. Чтобы вы взяли вот эти циферки и сложили, и поняли, что если вы выйдете за 2 или 5 лет на бриллиантового президента, то вы суммарно вот эти все циферки получите. Не просто 1 миллион евро, а вот это все-все-все-все вы сложите, и там, знаете, сколько получается? Сейчас я скажу. Я же считала, но я эту цифру всегда почему-то забываю, хотя она такая хорошая. У меня есть пост на стене, я прям расписывала это все. Значит, суммарно вы получите, так-так-так-так-так-так-так-так, суммарно, 2245 миллионов евро. Вот суммарно. То есть если бы вышли за месяц сразу на бриллиантового президента, вот нашли бы 23 директора, которые стали бы бриллиантами, вы бы получили вот сразу в один месяц 2240, ой, 2 миллиона 245 тысяч рублей. Почему рублей? Евро, евро. В рубли переведите сами, это вообще сумасшедшая цифра. Давайте сразу переведем, прям я не могу. Прям я вот даже не переводила ни разу. 2 миллиона 245 тысяч, 245 тысяч мы умножаем, ну давайте на 70, да, курс средний. 157 миллионов 150 тысяч рублей. Вот. Для меня это очень хорошая мотивация, честно. Вот так вот, ребятушки. Вы вообще понимаете, что вы можете эти деньги заработать? Вы можете, не вкладывая ничего, ничего не вкладывая. Это же круто. Вы вообще вот поняли, куда вы попали сейчас? Осознайте это. Это не казино. Это реальный бизнес. Вот такой вот бизнес компания дает возможность нам заработать. Вот смотрите, тысячи евро мы уже получили. Две тысячи получили в сентябре. Три тысячи мы уже тоже получили за платинов. Сапфира мы закрываем в апреле, в марте. В апреле получаем четыре тысячи евро. А бриллианта мы закрываем в апреле пять тысяч евро. То есть я уже получу вот пять тысяч в мае. Ну и думаю, что дальше семь и девять у меня уже пойдет по накатам. Ну вот как бы будете за мной следить и видеть, как вот я это все получаю. И я надеюсь, что это будет мотивировать. Ну и Элизара у нас тоже там получает, получает. Элизара уже вот получит. Не любит она распространяться, но я Элизарочка скажу, уж прости. Вот она сейчас закрывает ведущего бриллиантика. И вот она уже семь тысяч сейчас еврочка получит у нас. Вот будет хорошо у Элизарочки и ее семье. Вот и мы должны стараться. Стараться я бегу, Элизара, за тобой догоняю. Очень тоже хочу. Давайте еще преимущество. Да, немножечко Элизара, он улыбается. Ты же меня знаешь, Элизар. Я все расскажу. Вот. Бесплатная регистрация у нас, да, это то, что людям надо говорить. Не нужно никаких вот этих паспортных данных. Все уже от этого, ну многие шарапаются, да. Я не люблю давать свои паспортные данные никому, мало ли кто-то кредиты возьмет. Не надо. Нет обязательных закупок. Это для покупателя. Человек сразу регистрируется, он может быть просто покупателем, и сразу у него отметается торговая наценка 50%. Да. То есть, например, он берет тушь за 300 рублей, а в каталоге она 450. То есть 50% от дистрибьюторской цены уже он не платит. ЛТО всего лишь 2714 рублей. Это смешное ЛТО. Это то, что каждый из нас все равно себе берет. Себе, своей семье, поэтому тут даже разговора быть не может. Как сделать 100 баллов? Это смешно. Не смешите. Каталог длится аж 2 месяца. То есть вы закупили пачечку, и 2 месяца вы пользуетесь. Да, ну, вы раздаете людям, знакомым, если вы работаете на земле, то вообще не проблема. Не надо каждые 2-3 месяца там покупать каталоги эти безумные, тратить денег кучу. За каждого новичка у нас идет акция 100 рублей на подарочный счет. Уровень директора всего лишь 135 тысяч рублей. Всего лишь, но нигде такого нет. Ну, это вообще круто очень. Услышьте меня и рассказывайте это всем. Выплаты в глубину и ширину не ограничены, не обрезаются. То есть я получаю, например, у меня, кстати, в глубину, по-моему, 200 человек есть уже. 200 человек, представляете? И я с него тоже получаю деньги. А я его даже никогда не видела. И не знаю, и, может, и не узнаю, к сожалению, никогда. Но он мне приносит доход. Вот. Ну, круто же. А еще в нашей компании можно открывать самые первые в вашем городе. Ну, может, не первые, а вторые, третьи эко-магазины вот такие. Розничной торговли. И получать очень-очень много денег. Пожалуйста, открывайте. Будьте первыми. И кто любит вот такие магазинчики, заниматься магазинчиками, у меня вот девочки мои уже открывают и довольны. Делайте такой бизнес и предлагайте это людям тоже. Это же тоже очень кому-то нравится. Вот Зина хочет магазин. Зиночка, все в ваших руках. Ну, и я подхожу к концу и хочу вам сказать. Самое главное мое правило. Делайте все с удовольствием. Делайте все с вдохновением. Не считайте ваш бизнес, вашу работу какой-то каторгой. Если вы будете вставать, опять надо работать, опять это БСИ, ужас какой-то. Что же такое, что мне наказание-то? У вас ничего не получится. Сразу вам скажу. А если вы каждую минутку будете кайфовать, каждую минутку от общения с каждым человечком, вы будете любить этого человека, вы будете хотеть рассказать ему, открыть свою душу, рассказать про нашу компанию, про нашу продукцию. И вы будете это делать с удовольствием, со счастьем, каждую минуту прожитую, то вы не представляете, как все быстро у вас помчится. К вам будут идти люди, вас будут, к вам будут хотеть. Именно к вам будут хотеть. Потому что вы будете излучать позитив. Вот и все. Успех – это позитив. Поэтому, когда труд – это удовольствие, то жизнь хороша. Когда труд – это обязанность, жизнь – это рабство, к сожалению. Еще Максим Горький об этом писал. И это факт. Поэтому просто любите, как своего ребеночка, ваш бизнес, ваш труд. И получаете каждый день удовольствие от этого счастья, которое называется бизнес в компании Биоэси. Все у вас будет хорошо. А сейчас я готова ответить на ваши вопросы. Юлечка спрашивает. Какие новые условия по открытию города? У нас есть четыре программы. Четыре программы, четыре программы. Что-то я зависла немножечко. Сейчас я даже зайду в личный кабинет и вам их просто зачитаю. Хотя вы тоже можете потом зайти в личный кабинет. Раздел акции. Бонусные программы для бюро. И у нас есть четыре бонусные программы для бюро. Итак, для новых бюро. Сейчас я вам расскажу. Если ваш объем продаж не менее 50 тысяч рублей в течение трех месяцев подряд от даты первого заказа в бюро. И вы получите в подарок набор продукции для вашего бюро на сумму 15 тысяч рублей по дистрибьюторской цене. Это очень круто. Второе условие. Выполните объем продаж вашего бюро не менее 70 тысяч рублей в первый месяц работы. Сделайте прирост не менее 15% во второй и третий месяц соответственно. И компания компенсирует вам часть суммы аренды за помещение в размере 7 тысяч рублей за каждый из первых трех месяцев работы. То есть 21 тысячу рублей вы получите в подарок. И также вы получите при выполнении этой программы подарочный набор на сумму 15 тысяч. Ну, как бы, то есть вы получите 21 тысячу наличными деньгами, куда хотите, туда и тратьте, да, скажем так. И 15 тысяч еще получите продукции, которая, конечно же, если у вас эко-магазин, вы ее продадите, еще и 50% торговой наценки добавите, да, то есть вы уже не на 15 тысяч, а там на 20 с лишним тысяч вы продадите продукции. Вот это вот условие для любого нового бюро. Но, ребят, это еще не все. Есть очень крутое условие для тех, кто открывает бюро или эко-магазин. Особенно для тех, кто любит путешествовать. Компания B.O.C. дарит путевку на двоих в сказочную Турцию, в отель 5 звезд, в системе обслуживания все включено, тем, кто всего лишь 6 месяцев подряд делает товарооборот бюро не менее 500 тысяч рублей в месяц. Это вполне реально. У нас в городе 7 бюро, и я знаю, что минимум 2 из них выполняет это условие. А если ОП вашего бюро объем продаж не менее 1 миллиона рублей в течение 6 месяцев подряд, то компания дарит вам VIP-путешествия, VIP-путешествия. Не просто путешествия, на двоих в солнечную Грецию. В отель 5 звезд с системой All-Inclusive. Круто! Как вам такие условия? Скажите, пожалуйста, как вам такие условия? Потом я отвечу на другие вопросы. И кто уже хочет открыть свое бюро или эко-магазин? Причем еще такой нюанс. Если вы сделали 6 месяцев подряд товарооборот, полетели вы в Турцию, съездили, опять делаете 6 месяцев, опять полетели в Турцию или в Грецию, то есть вы можете путешествовать, у вас в бюро, да, вы можете путешествовать сколько угодно. Все это у вас уже будет, как зубы почистить, слетать в Турцию или в Грецию. Да, условия шикарные. Еще есть, это еще не все для бюро. Так, 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 так. Еще есть такой бонус классный, бонус за стабильность бюро. Если ваш объем продаж 150 тысяч рублей в течение года подряд, компания еще подарит вам плазменную панель с диагональю 50 дюймов. Тоже такой приятный сюрпризик для компаньонов. Но это еще не все. У нас же очень большой процент выплат тем, кто открывает бюро представительства. То есть я знаю, в других компаниях 4-6% платит компания всего лишь от товарооборота, а у нас от 5 до 18%. Круто? Значит, давайте сейчас по бюро отвечу на вопрос, Юль. Значит, бюро можно открыть, если уровень твой 18%, да, мы помним табличку, это старший менеджер, это 3600 баллов, это 96 тысяч рублей товарооборот с твоей команды, и все, ты пишешь заявление, тебе открывают бюро. Бюро от эко-магазина отличается чем? Эко-магазин – это розничная продажа на платформе бюро. То есть у вас автоматически есть бюро, где могут обслуживаться все дистрибьюторы, вы с них получаете до 18%, да, то есть вы по всем условиям работаете, компания дарит вам свою бухгалтерскую программу, вам не нужно нанимать бухгалтера, все расчеты за вас ведет, то есть вы только находите помещение, и вы на базе бюро можете открывать эко-магазин, то есть у вас будут витрины стоять, и вы еще продаете товар по розничной цене, по цене каталога с торговой наценкой 50%. То есть вы будете зарабатывать 18%, еще плюс 50% и все остальные вот эти привилегии. Все подарки вы можете продавать, которые от компании идут. Юля надеет, что условия это отменили. Нет, не отменят, потому что все-таки люди хотят, чтобы ответственнее относились. У нас так слишком легкие условия по сравнению с другими компаниями. Других компаний, чтобы открыть представительство, нужно выполнить намного больше условий, и там очень маленький процент. Здесь и так очень легкое условие, и открывают людям ответственным, тем, кто умеет строить уже бизнес. Просто так никому не дадут открыть представительство непроверенному человеку, который не может выполнить определенные условия. То есть уровень и так не директорский, а менеджера. Так, отвечу сейчас, да, вот по поводу Австрии, да. Хеда, вы живете в Австрии, можете ли вы заказы вот здесь и получить? К сожалению, в Австрии, в Европе, пока наша компания как сетевая не открыта, да, потому что это не совсем легко, так как, ну, скажем так, эта страна не совсем развивается. То есть сетевой бизнес там не очень популярен, насколько я знаю. Поправьте меня, если это не так, но я вот слышала, да, из многих источников, что это так. Поэтому вы можете только получать по почте, если держатель любого бюро вам будет присылать по почте, и вы, держатель бюро, будете просто отправлять, перечислять эти деньги. Вот таким вот образом, да. Но, вы знаете, если вы живете в Австрии, вы видите, какие цены там, вот, кстати, интересно вас спросить, на органическую продукцию, на органическую косметику высокие ли цены именно вот в Австрии? Да, я просто знаю, у меня тоже много друзей, живет в Европе, в различных странах. Органика там очень дорогая. И продукция БиОСИ, она, я знаю, раньше продавалась только в аптеках и спа-салонах Европы, и стоила очень дорого. То есть вот такая помада, которая у нас сейчас стоит 200 рублей, там стоила 20 евро. Поэтому там действительно эта продукция дорогая. Поэтому вам в любом случае, даже если закупать в Европу вам будут отправлять, даже если вы оплатите доставку, все равно стоимость продукции будет намного решевле, чем если вы будете приобретать продукцию такого же качества у вас там. Поэтому, да, вот видите, Хеда подтверждает, извините, если я неправильно имя ваше произношу, что там продукция такая очень дорогая, такого качества, и нам действительно в этом очень повезло. Итак, есть ли у вас еще какие-то вопросы? Я готова на них ответить. Я хотела бы еще задать вопрос, много ли здесь новичков? Тех людей, которые только пришли и эту информацию услышат действительно первый раз. Если есть новички, поставьте, пожалуйста, плюсики и откликнитесь, как вам информация, какие вы получили впечатления. Потому что мне это очень важно. Я проверю, в какую цену они, если они тут в Австрии. В Австрии биоси нет, но посмотрите аналогичную продукцию, именно органику, да, органическую продукцию. Посмотрите, сколько у вас стоит, например, для сравнения. Можете мне даже прислать фотографии. Вот зайдите в аптеку, например, да, и спросите, органическая продукция, крем какой-либо. Да, помаду, вот что-то такое. Просто даже для наших людей это будет очень интересно, сколько там аналогичная продукция стоит. И вот девочек очень много новеньких. И я надеюсь, что я была вам полезна, что вы услышали информацию, что вы прониклись, вы меня услышали и зарядились. И теперь этот бизнес будете строить с большим удовольствием и идти к своему миллиону евро. Ну что ж, если у вас нет вопросов, то я сейчас с вами попрощаюсь. И если у вас какие-то есть вопросы, можете меня тоже спрашивать, задавать кубличку. Я по возможности буду отвечать. Спасибо вам огромное, что вы пришли на этот вебинар, что вы нашли время. И я хочу пожелать вам всего самого лучшего, удачи, счастья большого, любви в сердце. И просто исполнение всех-всех ваших желаний. С вами была ваша Елена Коваленко. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok